Я буду продолжать тему боли. Вы знаете, что наличие боли существенно уменьшает качество жизни пациента нашего. И что вообще есть такое боль? Боль сравнивают со сторожевой собакой, которая говорит о том, что в организме происходят какие-то патологические процессы, и человек должен обратить на это внимание. Но в отличие от ноцицептивной боли, когда идет поражение соматических структур, наша невропатическая боль, которая возникает при поражении той системы, которая должна передавать боль, эта боль начинает жить своей жизнью, вне зависимости от того, что было изначальной причиной начала этой боли. Единого определения, что такое нейропатическая боль, на сегодняшний день не существует. Но в основе всех определений лежит то, что первично должно быть поражение соматосенсорной системы, для того, чтобы возник такой тип боли. Неважно, это периферическая или центральная нервная система. Распространенность такой вот типа боли достаточно великат. 6-8% людей на планете в течение жизни имеют боль невропатического характера. Передача болевой чувствительности осуществляется за счет трех основных волокон. Это меленизированные А-бета, А-дельта волокна и немеленизированные С-волокна. При поражении этих волокон самое интересное, что процессы возникают не только в самих нервных окончаниях, которые поражают патологический процесс, но и что самое главное, процесс начинает возникать в абсолютно интактных от патологического процесса нервных структурах. И не только в периферической нервной системе. Такие же процессы происходят и в спинном мозге, и даже в центрах, которые отвечают за передачу болевой чувствительности, в головном мозге. Что мы называем центральной и периферической синсетизацией. Я постарался выбрать все возможные механизмы, которые на сегодняшний день раскрыты в плане формирования боли. Но не все они суммарно присутствуют при той или иной боли. Поэтому на сегодняшний день появилась такая новая гипотеза, она пока только раскрывается, в плане разделения типа невропатической боли в зависимости от тех симптомов, которые наблюдаются у пациентов. Почему? Потому что именно эти симптомы характеризуют те основные патологические процессы, которые происходят и в периферической и центральной нервной системе. Что позволит более существенно подобрать, более специфично подобрать ту или иную терапию для уменьшения боли как таковой. Об этом чуть позже я скажу. Но на что хочу обратить внимание, что очень важным моментом есть изменения, в том числе и генетических моментов внутри самих нейронов. Изменяется синтез определенных белков, которые являются рецепторами. Увеличивается пролиферация натриевых, и что очень важно для лечения кальциевых каналов, особенно в центральной нервной системе. Поэтому большинство наших препаратов имеет влияние именно на эти структуры. Ну и естественно уменьшается угнетающее ощущение боли, действие нисходящих структур, опиоидных структур головного мозга. Почему? В конечном итоге при неэффективности других типов лечения мы приходим все-таки в результате всего к опиатам. Как правило, пациент высказывает определенные жалобы, которые сразу могут натолкнуть вас на мысль о том, что боль носит именно невропатический характер. Это ощущение жара, ощущение холода, пекучий тип боли. Очень часто боль носит стреляющий характер. То есть есть промежутки, когда пациент боль не ощущает. Некоторая часть пациентов просто не может описать ту боль, которую они ощущают. При ноцицептивной, обычном повреждении, боль описывают более точно. Для диагностики очень важно определение локализации боли и насколько эта локализация соответствует тем или иным неврологическим структурам. Если вы четко определяете, как в данной ситуации, явление полинеэропатии, соответственно, постановка правильного диагноза существенно увеличивается. Либо в зоне иннервации того или иного нерва. Симптоматика состоит из двух важных компонентов. Это так называемые минус-симптомы. Симптомы неврологического дефицита, как правило, это уменьшение чувствительности. И плюс-симптомы. К ним относятся гиперэстезия, гипералгезия, аллодиния, парэстезия. Вы все прекрасно про них знаете. Симптомы добавочные, да, они плюс к тому. Симптомы раздражения. Очень интересный симптом – это временная суммация. То есть, когда мы наносим болевой раздражитель, система нервная после прекращения болевого раздражения тут же гасит это ощущение. Мы укололи пациента, он почувствовал боль, перестали колоть, боль исчезла. При невропатической боли постоянное нанесение раздражения суммирует эту боль, и она постоянно нарастает. В неврологическом осмотре обязательно определение зоны иннервации, зоны поражения, появления болевых ощущений, зоны нарушения чувствительности для того, чтобы повысить вероятность вашего диагноза, что боль является невропатической. Также для повышения чувствительности и специфичности постановки диагноза используются различные опросники. Они повышают, их достаточно много, но все они достаточно высоко специфичные по отношению к невропатической боли и высоко чувствительные. Наиболее частый, вот один из примеров, это опросник ДН-4. Он состоит из вопросов, которые отвечают на те или иные ощущения пациента, и часть, которая относится к нарушениям чувствительности. Если как минимум пациент набирает 4 балла, по этой шкале вы можете уже с достаточно высокой вероятностью говорить о том, что боль носит невропатический характер. Обязательно при ведении таких пациентов, при лечении это определение степени ощущения боли. Понятно, мы пациенту можем только поверить, насколько ему болит, не можем никаким образом это объективно оценить. Но шкалы интенсивности боли, визуальные шкалы интенсивности боли позволяют нам проследить за динамикой, особенно на фоне терапии. Естественно, шкал достаточно много, в разных возрастных категориях используются разные шкалы, они достаточно имеют высокую чувствительность. Не забываем про дополнительные методы обследования, такие как электронейромиография, МРТ, которая позволяет оценить ситуацию в случае центральных типов нейропатической боли. Биопсия иногда позволяет нам помочь в дальнейшей тактике ведения пациентов, единственное, мы ее используем не так часто. Классификация. В зависимости от распространенности, то есть анатомическая классификация, мононейропатии, фокальные, мультифокальные, полинейропатии, смешанные болевые синдромы, также классифицируют боль за механизмом повреждения, то есть механические, химические, воспалительные, генетические, автоиммунные. На сегодняшний день, как я уже говорил, планируют новую классификацию в зависимости от тех ощущений, которые возникают у пациента. Ну и обязательно надо сказать, что при наличии такой боли, в отличие от ноцицептивной, очень часто развиваются сопутствующие тревожные, депрессивные расстройства, расстройства сна, которые сами по себе все эти вещи приводят к хронизации болевых ощущений. Лечение. К сожалению, если взять доказательную медицину и проведение мультицентровых клинических исследований, к сожалению, большинство исследований проводятся по новым препаратам. По старым препаратам в большинстве случаев мы используем различные эмпирические данные, но они доказали свою эффективность в течение многих десятилетий. В первую очередь, стоит сказать про трициклические антидепрессанты, они не утрачивают на сегодняшний день свое значение, причем хочу обратить внимание, что трициклические антидепрессанты, как в свою очередь, и ингибиторы обратного захвата серотонина, как группа антидепрессантов, имеют индивидуальный аналогизирующий эффект. То есть они работают и как препараты, которые снижают тревогу и депрессию, убирая тем самым вот эти вот все вещи, но у них есть и собственный обезболивающий эффект, отдельный от противотревожного антидепрессивного. Антиконвульсанты также исторически используются, препарат выбора у нас очень часто есть карбамазепин, вот, но на сегодняшний день свое место, как препараты выбора при множестве нейропатической боли заняли свое место габапентин и прегабалин. И на сегодняшний день мне это кажется, что они наиболее чаще используются именно как противоболевые препараты, хотя относятся к группе антиконвульсантов. Опиоиды, к сожалению, использование в нашей стране достаточно ограничено прерывохранительными органами, местное использование лидокаина, лидокаиновые пластыри и другие методы, в том числе вы все читаете литературу и слушаете телевизор и радио о том, что вот в очередной стране дозволили курение каннабиса, производные каннабиоидов. Вот действительно при некоторых ситуациях, например, как рассеянный склероз, в некоторых странах это является препаратом выбора, учитывая эффект и возможные побочные эффекты по сравнению с любыми другими препаратами. К сожалению, мы пока только на это можем наблюдать. Возвращаясь к наиболее часто использованным препаратам, таких как габапентин и прегабалин, вы помните, как я сказал, что одной из механизмов хронизации процесса усиления боли является пролиферация кальциевых каналов. В основном эти каналы пролиферируют в прессинаптическом визикуле, кальций начинает поступать туда и он поддерживает постоянно синтез и выделение медиаторов боли. Соответственно, заблокировав эти рецепторы, мы сможем обеспечить онтологический эффект. Естественно, большое значение имеет в нашей сфере и фармакоэкономика, поэтому препараты пациент вынужден пить иногда месяцами, иногда годами. В больших дозах, соответственно, наличие доступных по цене и не менее хороших по качеству препаратов на нашем рынке позволяет использовать такие препараты у наших пациентов. В плане подбора дозы. Начинаем мы обычно, если это дело касается прегабалина, с 75 мг 2 раза в день и каждые 7 дней увеличиваем дозу. Обращаю ваше внимание, что в результате клинических исследований показали, что 75 мг 2 раза в день является титрационной дозой. Ни в коем случае не является дозой, на которой вы должны оценивать результат данной терапии. Результат оценивается в дозе 150 мг 2 раза в день и при необходимости можно увеличить дозу 300 мг 2 раза в день. Вы сразу вспомните среди своих пациентов о закономерных побочных явлениях, таких как головокружение, разбитость, сонливость. Они есть, они встречаются не так часто и в течении клинических исследований. Они встречались настолько же часто, как и у пациентов, которые пили плацебо. Вот возникает вопрос, почему? Вот. Но самое главное, что эти эффекты есть дозозависимыми и со временем они исчезают, поэтому титрация может быть намного медленнее, обеспечивая более безопасный прием данных препаратов. Немножко слов о наиболее частых вариантах развития болевых нейропатий. Самое частое в нашей практике является диабетическое полинеэропатия. Диабет сам по себе есть эндемическим заболеванием. Половина из пациентов, которые болеют на сахарный диабет, имеет нейропатию, и половина этих пациентов имеет болевые формы нейропатии. Механизм развития тоже достаточно сложный. Тут и обмен самого сахара, это и обмен ионов, в том числе ионов кальция, это и микроангиопатии, которые приводят к демилинизациям, к воспалительным заболеваниям и так далее. Клиника, как правило, это пекущие боли в нижних конечностях, в основном наиболее часто, или в стреляющей боли в зоне иннервации какого-то конкретного нерва. В плане лечения, ну прежде всего это коррекция сахара, то есть наличие болевой нейропатии указывает на то, что наша коррекция глюкозы является недостаточной. Второе, на сегодняшний день есть исследование, достаточно с высокой доказательностью, о том, что внутривенное использование альфа-липоевой кислоты имеет аналогизирующий эффект при диабетической полинеэропатии. Есть исследования, есть доказательства, к сожалению, пероральное использование данного препарата не приводит к уменьшению ощущения боли. Опять же, я тут акцентирую внимание на ощущение боли, а не на проявление самой полинеэропатии. Препаратом выбора также являются прегаболины и габапентины, при неэффективности трициклические антидепрессанты, либо блокаторы обратного захвата серотонина. В 2017 году вышла статья с обзором, которая показала, что, тут плохо видно, дулоксатин и венлофоксин имеют большую доказательную базу в плане лечения диабетической полинеэропатии. А прегаболин с габапентином имеет такую недостаточную эффективность именно при этом типе боли. Фактически перечислены все заболевания, и вы можете посмотреть, что преимущественно большинство исследований все-таки показало, что прегаболин и габапентин являются эффективными при диабетической полинеэропатии, а те исследования, которые не доказали абсолютную эффективность, все равно имеют тенденцию к таковой, что говорит о особенности вероятности особенностей данных исследований и вероятности отбора пациентов. То есть, к сожалению, исследования, которые имеют вот такие моменты очень спорные, они официально не опубликованы, но есть в Кокраиновской библиотеке. Постгерпетическая невралгия. Не буду останавливаться на механизмах развития ее. Вы все прекрасно знаете, что перенесенный вирус герпезостер очень часто приводит к хронизации боли. Какова причина, какие пациенты наиболее часто страдают? Это пациенты пожилого возраста после 50 лет с иммунодефицитами. И если это герпез трегиминальной зоны, то это наиболее часто женщины. Если вы видите, что боль держится более трех месяцев после вирусной инфекции, соответственно, это уже самостоятельное заболевание в виде невропатической боли. Лечение. Есть ряд исследований, которые показывают, что мы недолечили герпез. И активное лечение препаратом противовирусным, ацикловир, валцикловир, дают определенный эффект. Препаратами выбора также являются габапентин и прегабалин, в основном прегабалин на сегодняшний день, антидепрессанты и при неэффективности опиоиды и использование лидокаинового пластыря. Рекомендуют в этой ситуации объединять, то есть комбинировать различные типы лечения. Трегиминальная невралгия. На симптоматике я не буду останавливаться, все ее прекрасно знаете. В 70% случаев эффект получаем при применении карбамазопина или окскарбазопина. Поэтому препаратами выбора в данной категории пациентов будут эти препараты. При их неэффективности или невозможности использования, вы знаете, препараты влияют на печень и при печеночных заболеваниях они не рекомендованы, мы можем использовать препараты из группы габапентина и прегабалина, которые абсолютно практически не метаболизируются в печени, а выводятся почками в неизмененном состоянии. Баклофен. Также вы знаете, что одним из механизмов развития данной патологии является нейровоскулярный конфликт, поэтому одним из вариантов выбора является хирургическая декомпрессия нервов. Боль в спине оставлю следующему докладчику. Она немножко больше раскроет вопросы, более связанные с патологией позвоночника. Единственное, на последнее остановлюсь на центральных видах боли и особенно боли, связанных с перенесенным инсультом. Вы видите, что большое количество наших пациентов в постинсультной стадии имеют болевые ощущения. Большое количество связано этих болевых ощущений с боли в плече, с заболеваниями, которые были до инсульта. Но 6-8% пациентов имеют боль неевропатическую, связанную с поражением центральной нервной системы. Как правило, связанная она с инсультом в островке, связана с поражением таламуса, с боковыми частями ствола мозга. Препаратом выбора в данной ситуации являются прегаболин и габапентин. При неэффективности антидепрессанты, особенно амитриптилин, тут имеет свой смысл использования, но в дозе от 75 мг в сутки. И ламатриджин в дозе 200 мг в сутки также приносит эффект при данной патологии. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, прошу. Это ноцицептивная боль. То есть она связана в основном с опорно-двигательным аппаратом. Точно так же, как наиболее часто мы видим патологию в плече, связанную со спастикой. Поэтому тут работают нестероидные противовоспалительные средства. В данной ситуации боль носит гемиформу. Она стреляющая, она центральная. Вот тогда работают уже препараты антидепрессанты. Вот прицептические антидепрессанты, болевой эффект, когда проявляется, на какой день назначение? Я имею в виду амитриптилин, наверное, да? Ну, в том числе... Вы понимаете, у них две структуры воздействия. Это собственный противоболевой эффект, который может начинаться в течение первых недель употребления. И вторая часть – это антидепрессивный противотревожный эффект, который сам по себе снимает ощущение боли. Он возникает через 2-3 недели, должен возникать после постоянного употребления. Но иногда максимальный эффект достигается через 3-4 месяца от начала терапии. То есть надо дать время отработать препарат. Продолжение следует...